Далли, Дэйв и Фрэнс, сегодняшний день. После Чех-Конго-файта, много вопросов, много людей сказали, что вы не так хороши. Какая большая информация, когда вы выходите, вы берете свои бизнесы, и, в основном, вы делаете, что вы делали раньше, вы обманываете противоположных страйков и просто уничтожаете их в 2 минуты. После боя с Конго, люди начали немного сомневаться о вас, но вы вернулись в красивой манере, закончили очень красиво бой. Что вы можете сказать по этому поводу, что вы чувствуете? Как вы себя чувствуете? В поединке с Чехом Конго я был в очень плохом состоянии. После перенес инфекцию, пролежал в больнице и за неделю до боя выписался и принял бой. Поэтому ничего большего показать не мог. В сегодняшнем бою подготовка прошла хорошо и, в принципе, он довольно легко мне дался сегодняшний поединок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он не должен с вами был драться сегодня. Это как-то повлияло на какую-то подготовку, либо что-то вы изменили под него? Это уже второй соперник, который меняется к данному поединку. Первый был Рой Нельсон, его поменяли на Хэви Айалу, Хэви Айалу тоже с инфекцией был госпитализирован. Но принципиально не поменяло ничего, так как основные мои спарринг-партнеры к этому поединку были левши. И меня это беспокоило. То, что я готовлюсь к правше с левшами, а получилось так, что я подрался с левшой, я был готов к бою с левшой. Это второй раз, когда мой оппонент изменился. Возвращенность это был Рой Нельсон, после того, что он поменялся к Хэви Айалу, и теперь он поменялся к Тимоти Джонсону. То, когда я был готов в этом campе, два месяца, я спарринг-партнеры с левшами. Субтитры с левшами, большинство из левшами были левшами. И я был немного страшен, потому что я буду бороться с ортодоксом, но я спарринг-партнеры с левшами. Но, благодаря Богу, в последний момент я получил левшами с левшами. Так что, все будет хорошо. То есть, вы интересны, чтобы бороться с Рой Нельсоном или Хэви Айалой? То есть, вы хотите попробовать бороться с левшами или что вы хотите делать дальше? С кем бы вы хотели драться в следующем бою? Хотели бы вы все-таки провести бой с Рой Нельсоном и Айалой? Кого организация предложит, с тем я буду драться. У меня единственное желание, конечно, поскорее подобраться поближе к титульному поединку. Поэтому, кого организация предложит, с тем я буду драться. Без разницы, будет ли это Рой Нельсоном, либо это будет кто-то другой. Не важно, я не важно, кто-то Беллатуру будет в front of me, я буду бороться с ним. Но самое важное для меня, чтобы получить титульный шот как быстро возможно. Как далеко от титульного боя вы находитесь? Как вы думаете, сколько вам еще надо боев провести? Сложно сказать, я думаю, что еще один-два боя до претендентского не предстоит провести. А там на усмотрение, конечно, руководство Беллатуру. Это не для меня, это для Беллату организации. Но я думаю, что пару-два больше боя будут меня в титульный шот. И есть, если есть титульный шот, то есть титульный матч будет в титульный поединок. Какие предпочтения для этого боя? Я могу сказать, что крайне малые шансы Чейко-Конга в этом поединке. Я могу сказать, что Чейко-Конга в этом поединке. Я могу сказать, что это не так. Как это правильно сказать? В России, в общем, если ты боец, к тебе относится как нереальному человеку, вы показываете пример для молодежи, многие берут с вас пример, хотят также вести такой же образ жизни, хотят также выступать. Что вы можете сказать по этому поводу? Это тяжело дается, как-то давит на вас, ответственность какую-то вам дает, что за вами следят? Совершенно на меня не давит. Я уже много лет в спорте, я более 25 лет в спорте и к этому привык, привык к вниманию. Половину из этого времени, половину из 20 лет я находился в сборной страны, выступал на высоком уровне. Я уже привык к этому вниманию и считаю для себя, наоборот, честью и большой ответственностью то, что я могу влиять на молодежь, могу своим примером показывать и приобщать население, вообще страны, молодежи к спорту, к здоровому образу жизни. Я очень рад, что я роль модел для молодежи, для молодежи, для молодежи, для молодежи, для того, чтобы я их показал, чтобы они могли выбрать, чтобы быть в фире, чтобы быть в роли модели, поэтому я не чувствую никакой прессии, потому что. Вы любите, я имею в виду, что, конечно, победы, но я знаю, что мы говорили на Thursday, когда вы потерялись, вы были готовы, вы не могли поговорить о нем, вы были оценки. Как вы чувствуете, что вы получаете победу? Вы получаете время, чтобы вы получаете победу, или вы уже думаете о следующем? После боя с Конго вы немного ушли в себя, можно так сказать, вы не хотели об этом говорить. Что вы можете сказать насчет этой победы? Вы будете праздновать, либо вы уже думаете о нашей следующей бою? Я хочу сказать, что я в себя не уходил, совершенно не уходил в себя. Но что касается празднований, праздновать можно только тогда, когда на тебя одевают пояс. А все остальное – это маленькие ступеньки к той вершине, к которой каждый из спортсменов стремится. Так что я не был очень грустен после Конго-файта. Это так, что оно находится. И для сейчас я не буду праздновать ничего, потому что это просто празднование. Это еще один шаг, чтобы получить победу. Я праздновать, когда я получу победу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!